ДИМА ПОВАРОЗНЮК Матч с двумя разными таймами, двумя пенальти и двумя удивленными бровями Шапаренко. Когда он получил желтую за симуляцию? Так, спонсор этого матча – Валидол. Спонсор всех матчей сборной Украины. Первый тайм был просто прекрасный. Можно было закрывать игру. Да тут таки. Зато второй. Кому такое нужно? У меня уже не хватает волос на теле для седины. Так, второй тайм, особенно после пенальти, это суцильный жах. Но все хорошо, выстояли, перемога. А это самое главное. Андрей, приятно вас видеть, но что вы тут делаете? Да тут после Криштиану все колу стали оставлять. Вот я насобирал, раздаю всем. Давайте оценим действия Малиновского в этой игре. Даже мой старый черный язык не повернется, чтобы его в чем-то обвинить. Так, Малина, ты красопета. Якщо захочешь, можем озустретиться на каву на одни заправцы. Дима, сейчас заберу микрофон. Я знаю докупать на Вей. Еще был матч между финнами и русскими. Мне запомнилось, как Дзюба сигнализировал, что соперник сыграл рукой. Но многие уже подготовились ко второму видео. Мирон Богданович, скажите, как вам игра? Матч показал, что Россия агрессор только в военном плане, а не на футбольном поле. Первый тайм до гола был за финнами. Я думаю, они сами не ожидали, что они будут валяться на газоне и тянуть время, чтобы сохранить победу. Шкода, что в России не было своего добряка, который бы в конце матча умеет подарить им пенальти. Да хватит меня травить. Виталик, когда задаешь такую высокую планку своей игрой, каждая ошибка будет обсуждаться всей страной. Особенно такая. Так я знал, что по отстойне нужно было играть. Перейдем к матчу Турция-Уэльс. Дуже сподобался Бейл и его гениальні передачи. Еще трохи, и он дотягнет до рівня СБ 5 лет назад. Так, он был наиболее, как одна из моих любимых машин. Дима, тебе за это не заплатят. Я это уже делаю на автомате, сори. Лучше скажи пару слов о матче. Мене Турция разчарувала. У них было пристрасти нуль. Менше навіть, ніж у них співвітчизників. Коли просишь безкоштовно переселити у номер із видом на море. О, це ж мяч, яким бив пенальти Бейл. Треба його розіграти. Переходим на матч, который в кулінарном плані можно было бы назвать макарони з сыром. Мені сподобався матч. Круто, коли швейцарці розуміють, що перемагати важче, коли команда соперників на полі, а не замкнена в готелі. А лакотелі-то блістает. Сделал дубль. Ай, ладно, перейдемо к следующему матчу. Давайте коротко по матчу бельгийцев против датчан. Данія показала себе цікавою командою. Думаю, якщо в них випадково на трусах не з'явиться новичок, вони візьмуть тре очки в заключному турі. А я хочу виділити Дебрюйне. Як же заграла Бельгія після його виходу на поле? Краса, але не така краса, як гра нашої збірної в першому таймі. Якщо дивитися на телевізорі торгівельної... Так, пошел отсюда. В этом матче нашей сборной нужна была победа Нідерланд. С как можно большим счетом. Австрийцы решили первый раз ударить поворотом на 84-й минуте, дабы сэкономить нам валидол на понедельничный матч. Увидимся уже завтра. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и болеть за сборную. Так же подписывайтесь на наш инстаграм и тикток, где болельщики растут с каждым днем. И пишите в комментариях, с каким счетом закончится матч против Австрии. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...